Привет, просветители! За последнюю пару недель практически все известные мне популярные образовательные блоги, не то чтобы я знал их слишком много, но все же, хотя бы вскользь упомянули манифест спасения массовой школы в России Алексея Саватеева. Мне, естественно, подписчики тоже его скидывали, неоднократно, и не Алексея, а манифест. И я подумал, что было бы интересно обсудить этот список предложений вместе с вами. О проблемах нашего образования не говорили разве что участники Дома-2. Хотя нет, у Алены Водонаевой есть канал на ютубе. Но, как вы отлично знаете, критиковать и предлагать это не одно и то же. У нас все плохо, и давайте сделаем вот так, чтобы было хорошо, принципиально разные подходы. И, наверное, именно поэтому манифест Саватеева и вызвал такой общественный резонанс. В отличие от «Не к ночи будет упомянуто» Министерства просвещения, автор по пунктам расписывает, что нужно сделать, а не прикрывается общими фразами. Если вы вдруг не знаете, кто такой Алексей Саватеев, знакомьтесь. Профессор МФТИ, доктор физико-математических наук, популяризатор науки и, пожалуй, самый известный математик на ютубе. У меня к Алексею сложное отношение. С одной стороны, потрясающие ролики по математике, с другой, поддержка гомеопатии и очень, очень, очень странные высказывания о всем известном вирусе и религии. В очередной раз убеждаюсь, экспертность в одной области не делает человека-специалиста во всем. Но благо мы сегодня не о гомеопатии будем говорить. Что-то водички с сахарком захотелось. А образование обсуждать сразу же после сообщения от спонсора. Вот вы, любите отвечать на телефонные звонки? Я в последнее время нет, потому что чаще всего на том конце провода оказывается спамер. То я выиграл купон, то меня ждут на полное обследование организма, а вот и мою карту пытаются украсть. Новый звонок, новая душесчипательная история. И это не только мое впечатление. По данным лаборатории Касперского, доля спам-звонков в первом квартале 2021 года составила 70%. 70, Карл! Но Тинькофф и Скиллбокс нашли отличное решение, чтобы изменить проблему на корню. Теперь голосовой ассистент Олег от Тинькофф с чувством юмора и лучшими побуждениями будет отправлять спамеров на образовательную платформу Скиллбокс и давать им специальную скидку на обучение онлайн. Запись разговора пользователь увидит у себя в Телеграм и порадуется за спасенную душу спамера. А может и сам воспользуется промокодом заодно. Наконец-то телефонные бизнесмены смогут заняться чем-то полезным, получить востребованную профессию от Скиллбокс и заработать нормальные деньги честным трудом. Избавьте себя от бесполезных разговоров и подарите спамерам новую профессию. Ссылка на акцию в описании. Начинается манифест перечисления проблем современной российской школы. Если что, ссылку на полный текст вы сможете найти в описании. Не вижу смысла сейчас их здесь озвучивать, потому что если вы не первый день подписаны на мой канал, они для вас вряд ли станут сюрпризом. Мы здесь об этом с вами говорим практически каждую неделю. Станут они новостью, но только для очень далеких от образования людей. Ну то есть для наших депутатов и руководителей местных департаментов образования. Гораздо интереснее сразу же перейти к тому, что менять-то будем. И вот тут Алексей выделяет три части. Кто будет учить в школе? Чему будут учить в школе? Как будут учить в школе? Меня особенно порадовал акцент на первом вопросе. Кто будет учить? Я уже неоднократно говорил, что без повышения престижа профессии, без возвращения умных выпускников в школу, которого мы, естественно, сейчас не видим, все остальные барахтания ни к чему серьезному не приведут. У нас, правда-то, и барахтаться не особо пытаются. Даже если школа будет просто с иголочки. Вот вам и новые парты, интерактивная доска и адекватные учебники. И с чего захотел. Да чего уж мелочиться. Мечтать так по-крупному. Туалетная бумага. Мечты-мечты. Но при этом в школе будут работать люди, с трудом преодолевшие порог на экзамене. Меня никуда не взяли, пойду в ПЕС. Нормальных знаний ребенок не получит. Наши руководители, как ни странно, все это отлично понимают и всеми силами пытаются привлечь талантливую молодежь в школу. Рассказами о долге, призвании, служении. Удачи нам. Очевидно, что я, что Алексей, люди пропащие. Потому что первый же пункт у Саватеева звучит так. Резкое и быстрое повышение в несколько раз реальных окладов за ставку школьных учителей на территории всей страны. Минимальный уровень зарплаты учителя за одну ставку в объеме 5 мрот. Ну, после таких предложений не стоит удивляться, что педагогические паблики начали носиться с этим манифестом, как с писанной торбой. Наконец-то учителя заживут. Не заживут. А вот я после этого пункта, увы, понял, что особого смысла дальше читать, в общем-то, нет. Потому что это предложение, внимание, отличное предложение, является, по сути, фундаментом для всех остальных изменений. Но воплощать его в жизнь никто в нашей стране не будет. С таким же успехом я могу выпустить манифест спасения россиян. А давайте быть добрыми. Второй пункт. Ну, раз мы все уже добрые, теперь по порядку и с цифрами. Автор у нас все же преподаватель математики. Ну, хотя бы не физики. Одна ставка 5 мрот. С 1 января 2022 года мрот в России 13 890 рублей. Умножаем на 5, получаем... Подождите. 69 450 рублей. Вопрос. Откуда в нашем государстве возьмутся такие деньги? На образование. Это, кстати, очень важное уточнение. В том, что такие деньги есть, я даже не сомневаюсь. Просто они явно не учителям и не врачам предназначаются. Давайте обратимся к официальным лицам. Ну, кто у нас официальный министр просвещения? Правильно, много кто. Сергей Кравцов привел следующий пример. Примерно 400 тысяч учителей имеют ставку, равную мрот. При этом 800 тысяч учителей получают за ставку меньше мрот. Как тебе такие числа, Илон Маск? Чтобы за 18 часов учитель получал хотя бы 70% от средней зарплаты по региону, нужно дополнительно выделить 330 миллиардов рублей. 70% от средней зарплаты. Ни о каких 70 тысячах даже речь не идет. А теперь, детишки, давайте узнаем, какую сумму наше государство готово выделить на повышение зарплаты педагогов. Итак, чтобы довести всего лишь до 70% от региона, при этом Алексей и 5 мрот, нужно 330 миллиардов. Сколько же выделят? 300, 400? Ну, чтобы за 70% выйти. 500, что ли? По словам Мишустина, 2,9 миллиарда. Ммм, как вам? 330 миллиардов, 3 миллиарда. И Алексей со своим предложением. Куда ему скажут пойти? Не, ну, может быть, соватье его послушают. Манифест прочитают. Внимание! У нас Путина не послушали. Если вдруг кто-то не знает, еще в 2012 году президент озвучил эти хрестоматийные майские указы. Увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в полтора раза. Доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе. Доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе. И 800 тысяч учителей со ставкой ниже МРОД. Просто здравствуй, просто как дела? Мы уже 10 лет живем под знаменем манифеста спасения школы. Просто не Саватеева, а Путина. И как? Сколько раз мы уже на этом канале разбирали ситуации, когда очередной педагог неожиданно сообщал президенту о своих реальных доходах. Помните, кто о вас подговорил? Понимаете, глава государства еще 10 лет назад заявил, что зарплата педагогов должна быть определенного уровня. Ну и как успехи? Опять же, официальная статистика. Не врагов народа, не инагентов. Все свое, родное. Зарплаты бюджетников достигли цели из майских указов лишь в 16 регионах. РИА новости. Не, ну это может быть, конечно, просто 12 или 13 год. Президент только выступил и еще не успели. Майские указы по повышению зарплат бюджетников формально выполнены только в 16 регионах по состоянию на конец 2018 года, по данным Росстата. И я надеюсь, вы понимаете, что эти цифры из серии 2 пишем, 3 в уме. Доставим учителя работать на 3 ставки, добьем классным руководством, и вот практически средняя зарплата по региону. Напомню, у Алексея одна ставка 70 тысяч. Кто? Из чего вдруг такие суммы предоставят? У нас же наверху все просто вот спят и видят. Ах, как бы сделать молодежь более образованной. Российские учителя все еще ждут, когда указы президента 12 года реальностью по всей России станут. 12 года и президента. Именно поэтому красивые цифры Саватеева выглядят как популизм. Нужно ли повышать зарплату педагогам? Да. Согласен ли я с предложением Саватеева? Дважды да. Верю ли я в его реализацию? Конечно же нет. И вот если трезво смотреть на ситуацию в стране, а потом на манифест, все становится понятно. Результатом увеличения зарплаты и повышения социального статуса станет возврат мужчин-учителей в среднюю школу. Не будут платить учителям по всей стране 70 тысяч. Соответственно, никаких учителей-мужчин. Сокращение числа учеников в классах до цифры не более чем в 20 человек. Не повысят зарплату, не придут педагоги, не будет возможности увеличить количество классов. Сокращение, благодаря резкому повышению зарплат, количество случаев, когда учителям приходится работать на 2-3 ставки. У нас, чтобы хоть до средней по региону дотянуть, по 3 ставки впихивают. Не будет никакого повышения, ничего не изменится. Уже сейчас требуется выделить преподавателей высшей категории на основе опросов учеников, нынешних граждан страны, в том числе, увы, покинувших Россию. Этим учителям государство даст максимальные гарантии нормальной работы. Немедленно. Прямо сегодня выделит значительное прямое федеральное финансирование. Надбавка не менее 100 тысяч рублей в месяц. И в обмен попросят передавать свои навыки учительства молодым учителям в их школах. То есть, к 70 тысячам, о которых у нас ни слуху, ни духу, лучшим учителям еще по 100 тысяч за ставку. Мне интересно, Алексей сам-то верит, что кто-то в нашем правительстве решит на все это финансы выделить? Я даже не знаю, что хуже, верят или нет. Если хотите помечтать о прекрасной школе будущего, с успешными учителями, без ЕГЭ, но с экзаменами по всем предметам, переходите по ссылке, читайте. А вот я, увы, уже не настолько наивен. Если вам понравилось это видео и вы согласны с моим мнением, то обязательно поддержите меня лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, комментарий, колокольчик. А я надеюсь встретиться с вами на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.